Перехват над Венесуэлой Су-30 отогнал американского шпиона как-то очень по-русски. Армии и войны, военное обозрение 25 июля 8-16. Перехват над Венесуэлой Су-30 отогнал американского шпиона как-то очень по-русски. Пилот истребителя словно послал сигнал летчику Е-3, если что-то пойдет не так с объемом. Александр Ситников. Комментарии в просмотров 20725. На фото, истребитель Су-30, фото, ведущие западные СМИ, в том числе, сообщили об очередном веерном отключении электроэнергии в Боливарианской республике, которое произошло 22 июля 2019 года. Экономический коллапс Венесуэлы является самым крупным за последние 45 лет, констатирует. New York Times. Американская газета отмечает, что народ очень раздражен и уже не слушает президента Мадуро об американском следе. Правда, однако, заключается и в том, что блэкаут уже не длится сутками, как было ранее. В ряде штатов свет в дома на этот раз подали уже через 10 минут. Кроме того, уменьшилась территория обесточивания по сравнению с прошлым затемнением. Министр информации Венесуэлы Хоркер Родригес утверждает, что отключение электроэнергии было вызвано электромагнитной атакой. И еще, общенациональный блэкаут состоялся ровно через полгода, как США признали проамериканского активиста Хуана Гуай довременным президентом Венесуэлы. Будто аварию специально приурочили к этой дате. Оппозиционер, к слову, уже призвал жителей Каракаса выйти на улицу в знак протеста против бесконечных затемнений. В пользу того, что нынешнее отключение обусловлено внешним вмешательством говорит тот факт, что за пару дней до этого к воздушным границам Венесуэлы направился самолет разведки ВМС США EP-3. Тот самый, полет которого предшествовал мартовскому блэкауту, убившему в местных больницах 26 человек, включая шестых детей. Они умерли за обесточенных систем жизнеобеспечения. Воздушная тревога в США, стратеги России и Китая стали летать вместе. Совместное авиапатрулирование двух стран изменит расклад сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Весеннее веерное отключение подстанции официальных Каракас тоже связал с электромагнитной диверсией. Безусловно, указанный борт EP-3 прямо не атаковал энергосистему Боливарианской республики, но он, похоже, был одним из участников многоплановой диверсии. В ряд его тогдашний и нынешний полет и передавария являются простым совпадением. В Америке самолет, между прочим, имеет аббревиатуру Ares-2. Бортовая разведка интегрированной электронной системы. О самолете EP-3 и о его возможностях в реальности мало что известно. Хотя инцидент в апреле 2001 года над Южно-Китайским морем показал, что разведчик крайне опасен. Тогда попытка изменить его курс истребителем J-8 и МВВС КНР закончилась катастрофой перехватчика и гибелью летчика. Турбовинтовой тихоход Yer-3, начиненный сверхсекретной электроникой, все-таки нарушил управляемость преследовавшего истребителя. И китаец задел разведчика, получив критические повреждения. Слегка помятый самолет EP-3 решил не возвращаться на базу и сел на ближайший военный аэродром на АК. На борту оказалось сразу 24 офицера ВВС США, включая специалистов РЭП. Тогда американцев опустили, поскольку не смогли доказать вину экипажа. В этой связи логично вспомнить второй, уже русский перехват разведчика Yer-3. Вот как командование ВМС США прокомментировало прошлогодний инцидент вблизи Крыма. 29 января 2018 года самолет США EP-3 Ares, летевший в международном воздушном пространстве над Черным морем, был перехвачен российским Су-27. Это взаимодействие было определено как небезопасное из-за того, что Су-27 приближался к пятифотам и пересекал непосредственно траекторию полета EP-3, в результате чего EP-3 пролетел через стройную промывку Су-27. Продолжительность перехвата составила 2 часа 40 минут. Теперь южное командование, юка, США привело кое-какие важные детали третьего опасного инцидента с этим типом разведчика уже вблизи Венесуэлы. Звездно-полосатые генералы начали с того, что их самолет выполнял многонациональную и одобренную миссию в международном воздушном пространстве над Карибским морем, а летчик на Су-30 вел себя крайне непрофессионально. Что важно, юка пишет, что напряженность между США и Венесуэлой продолжает нарастать. А сама миссия пары Су-30 подрывает способность США и других стран безопасно выполнять полеты в международном воздушном пространстве. Обычно в таких случаях юка указывает цель полета, например, борьба с авианоркокурьерами или с контрабандистами. На этот раз пояснений не было, что свидетельствует о военном характере задания. В свою очередь ВВС Венесуэлы заявили, что отправка истребителей Су-30 была связана с нарушением самолетом Е-3 безопасности воздушного пространства в рамках международных договоров. Каракас утверждает, что самолет-разведчик все-таки вторгся в воздушное пространство, тем самым нарушил протокол Международной организации гражданской авиации. Сомнительный триумф. Много ли выиграла Россия от поставок С-400 Турции? Можно ли считать продажу Эрдогану новейшего ЗРК победой нашей оборонки на мировом рынке? Они, русские, более безответственны, чем мы, рассказал тогдашний пресс-секретарь Пентагона Марк Райт, указав на потенциальные последствия, как для безопасности полетов, так и для двусторонних отношений с США и Россией. Некоторые из океанских экспертов поспешили сделать провокационный вывод, что Соединенные Штаты все-таки не пойдут на войну с Россией, если летчики ВВС США погибнут в воздушном пространстве РФ. Если это так, то можно не сомневаться, что соответственные инструкции американским экипажам выданы. Слишком уж нервно отреагировала и у Кана, казалось бы, привычный уже перехват. Если так разобраться, это с разведчиком EP-3 Ares-2 было три инцидента, а с другими натовскими самолетами вагон и маленькая тележка. Судя по всему, после 2015 года летчики ВВС США предпочитают не особо рисковать, когда дело имеют с нашими летчиками. Тем более, что венесуэльский истребитель Су-30 вел себя подозрительно по-русски. В прежних перехватах боливарианские пилоты так опасно никогда не сближались с американскими военными самолетами. Военное обозрение, воздушная тревога в США, стратеги России и Китая стали летать вместе в военные новости. Южная Корея заявила, что самолеты РФ нарушили ее воздушное пространство. Субтитры создавал DimaTorzok